Михаил Шолохов. Отрывок из повести «Путь дорожникам». Вдоль дона, до самого моря, степью тянется гетманский шлях. С левой стороны пологая песчаная обдолье, Зелёная, чахлая марева заливных лугов. Изредка белёсые блёстки безымянных озёр, А справа лобастые наступленные горы, А за ними, за дымчатой каёмкой гетманского шляха, За цепью низкорослых сторожевых курганов, речки, Степные, большие, маленькие, казачьи холдора и станицы, И седое, вихрастое море ковыля. Осень в этом году пришлась по зарангу. Степь оголила, брызнула жгучими заморозками. Утром, перебирая в порастовальне шерсть, Сказал отец Петру, Ну, сынок, теперь работёнки нам хоть убавляй. Морозы двинули, казачки шерсть перебирают, А наше дело струну поглаживай. Да рукава засучивай повыше, А то спина взмокнет. Приподнимая голову, улыбнулся отец. Сощурились высвевшие серые глаза. На щеках, залахмативших серой щетиной, Вылегли чёрные густые борозды. Пётр, сидя на столе, обделывал колодку. Поглядел, как на усталом в лице отца Тухнет улыбка. Промолчал. В порастовальне душно, но тошноты. С кособокого потолка размеренно капает. Мухи ползают по засиженному слюянному оконцу. Сквозь него заиневший плетень вербы. Колодезный журавль кажутся бледно-радужными, Покрытыми ржавой прорезнью. Взглянет мельком Пётр во двор, Перевернёт взгляд на голую согнутую спину отца, Шевеля губами, высчитывая эту ступу на позвоночном столбе. И долго глядит, как движутся лопатки, И дряблая кожа морщинными комками Собирается на отцовской спине. Узловатые пальцы Привычно быстро выбирают из шерсти репьи, Колючки, солому. И в такт движением руки Качается лохматая голова И тень на её стене. Притерный остров воняет пареная овечьей шерстью. Под бисерным горошком сыплется у Петра по лицу. Мокрые волосы свисают на глаза. Вытер под ладонью, Кинул колодку на подоконник. Давай, бать, поудновать! Солнце гляклось, куда вылезло. Почти в обеды. Поудновать, погоди! Скажи на милость, сколько этого репья! Битый час гнусь над шерстью! Соскочил Петр со стола, В печь заглянул. Потные счётки жадно лизнуло жарь. Я, бать, достаю щи! Больно оголодал! Жрать охота! Ну, тяни, Пока работа потерпит. Сели за стол, не надевая рубах. Не торопясь, хлебали щи и сдобренные постным маслом. Петр покосился на отца. Сказал пожёвое, Худой ты стал, Будто хворость тебя точит. Не ты ешь хлеб, А он тебя. Задвигался к лове, улыбаясь, отец. Чудак ты какой! Равняй себя с отцом. Мне на покров пойдёт пятьдесят седьмой, А тебе семнадцать с маленьким. Старость точит, а не хворь. И вздохнул. Мать покойница поглядела бы на тебя. Помолчали. Прислушались к басоватому жужанию бух. На дворе остервенела, забрехала собака. Мимо окна топот ног. Распахнулась дверь. Стукнувшись от чан, вымоченный с шерстью, И в землянку ошёл задом сиры коваль. Шапки не снимая, сплюнул под ноги. Ну и кобеля задержит. Норовит проклятый не куда-нибудь кусануть, А повыше ног целиться. Он осознаёт, что ты за валенками идёшь. А они не готовы, поэтому и препятствует. Я не за валенками пришёл. А если же не за ними, присаживайся вот сюда, на бочонок. Гостем будешь. В кои-то веки в гости заглянул. А ты на мокрое сажаешь. Не будь, Петруха, таким вредным человеком, как твой батик. Посмеялась к устастую бородёнку, Присел Сидор около двери, на корточке. Долго сворачивал негнущимися пальцами цигарку, И, закуривая плямкой губами, пробурчал. Ничего не знаешь, дед Фома? Отец, заворачивая шерсть в мешок, качнул головой. Улыбнулся, но в глазах Сидора прощипал острые огоньки радости и насторожился. Что такое? Сквозь плёнку табачного дыма проглянул лицо Сидора. Губы позаичьи ёжились в улыбку. Глаза суетились под блёсами бровями. Обрадована и тревожна. Красные жмут. По той стороне к дону проходят. У нас в станице поговаривают отступать. Нынче на заре вожусь в свои кузницы. Слышу, скачет на прогулку конный. Выглянул, а они к кузнице моей бегут. Кузнец тут? Спрашивает. Тут, говорю. В два счёта, чтобы кобылицу подковал. Ежели загубишь, плетью запарю. Выхожу я из кузницы, как полагается, чёрная тугля. Вижу полковник, а при нём адъютант. Помилуйте, говорю, ваше высокородие. Дело я свою на тонкости знаю. Подковал я ихнюю кобылку. Напередок молотком стучу, а сам прислушиваюсь. Тут-то понял, ихнее дело табак. Сидор сплюнул, затоптал ногой цигарку. Ну, прощёлуйте. На свободе забьют губа калякать. Хлопнула дверь. Парцик улыбился над потными стенами проставания. Старик долго морчал. Потом, руки вытирая, подошёл к Петру. Ну, Петруха, вот и дождались своих. Недолго казаки над нами будут панствовать. Боюсь я, батя, брешет, Сидор. Какой раз он к нам с новостями приходит? Всё вот, да вот придут. А их нему духом вблизи не пахнет. Крепко сжал старик желистый кулак. Румянец чахал зацвёл на обтянутых кожей скулах. Мы сыну с малых лет работаем на богатых. Они жили в домах, построенных чужими руками. Или хлеб, политый чужим потом. А теперь пожалуйте на выкат. Едкий кашель брызнул из отцовского горла. Молча махнул рукой, сгорбившись и прижимая ладони груди. Долго стоял в углу, возле чана. Потом вытер фартуком губы, покрытые розоватой слюной, и улыбнулся. По двум путям дорожникам не ходят, сынок. Выпула нам одна, по ней иди, не неляй до смерти. Коли родились мы простовалыми рабочими, то должно всю свою рабочую масть не поддерживать. Под пальцами старичка струна запела, задрожали тягучими перезвонами. Пыль паутинистой, за навеской запутала окно. Солнце на минуту заглянуло в окошко и, торопясь, покатилось под уклон.